Чистые игры. Не обычный субботник, а экологические соревнования. Именно так можно назвать относительно новый вид досуга на природе, объединяющий соликамцев разных возрастов и занятий. В наведении чистоты на природе введен соревновательный момент. Команды должны собрать как можно больше мусора. В прошлом году участники чистых игр прибрали и облагородили побережье реки Усолки. В этом году организаторы игр обратили внимание на северную часть города, а именно лесной массив в Дубраве и на Ланинских полях. Большая территория, прогулочная территория, где люди любят и просто гулять, и на велосипедах кататься, то есть отдыхать каким-то образом и с семьей, и с друзьями. И на самом деле здесь достаточное количество мусора остается после некоторых из наших сограждан. Собираем мы мусор как раздельно, так и смешанный мусор. Раздельно мы собираем пластик, раздельно алюминий, металл. На этих чистых играх зарегистрировалось 8 команд. Это коллеги по работе, друзья по увлечениям, команды ТОСов, то есть соседей, и семейные команды. Организаторы приготовили для них репелленты от кусачих насекомых и игровой инвентарь, мешки, пакеты для мусора, а также перчатки. После вводного инструктажа команды в припрыжку разбежались по лесу на охоту за мусором. Семейная команда Томилиных отправилась в Дубравский лес собирать вдоль тропинок. В кустах и среди елок то, что должно лежать в урнах и на свалках. За первые полчаса уже понаходили всякое. Таблетки всякие, носки, фуфайку и книжку старую какую-то, в которой червяк. Как думаешь, какие люди мусорят в лесу? Плохие. Работа спорилась. Самые тяжелые и крупные находки ребята отдавали родителям. Мусор аккуратно сортировали. Это как раз тот случай, когда важна не победа, а участие. Потому что надо на собственном примере показать своим детям, людям, как надо обращаться с мусором. Мусор должен находиться там, где он должен находиться, на свалках, на полигонах. А в лесу этого быть не должно. Поэтому мы с семьей решили принять участие в этих чистых играх. Очень хорошо, что компания Уралкали эти игры поддерживает. В компании Уралкали вообще много молодежных движений. Ну и вот одно из направлений, развитое, как раз по уборке территорий. Огромное спасибо хочется сказать организаторам, которые все это дело организовали. Потому что на бескорыстной, на безвозмездной основе сделали большое и великое дело. Большое и великое дело, безусловно, делали и участники чистых игр. Так как территория поисков была не маленькая, для найденного мусора было организовано два пункта сбора в разных частях леса. Туда команды несли крупные предметы и мешки рассортированного и смешанного мусора. На приемке каждый мешок фиксировался и выставлялись баллы в зависимости от вида находок. Также можно было заработать баллы, если тот или иной артефакт, то есть находку, необычно представить, придумать ей историю или способы применения. Сначала один вариант, обрезаешь задник, второй вариант, ноги все равно растут и ногти упираются. И здесь еще маленькие вырезаешь и вот три модели из одного набора. За два часа, отведенных на поиск, командой в общей сложности собрали 123 мешка мусора. Из них пластика 29 мешков, алюминия 3 мешка, прочего металла 4 мешка и 99 артефактов. Тройка самых результативных команд сейчас на ваших экранах. То, что из года в год растет количество людей, неравнодушных к состоянию экологии и природы, это очень хорошо. Но было бы просто идеально, если бы росло и количество тех людей, кто следует правилу чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.